Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Приветствую всех братьев, сестер, приветствую всех святых в этой трансляции, всех, кто подключился, кто подключается к этой трансляции. Приветствую всех, всех, всех именем Господня, именем Иисуса Христа, Аллилуйя! Сегодня суббота, шибат шалом, сегодня суббота, 15 сентября, сегодня 2018 года. Библейское исчисление 6 число сегодня, 7 месяца, которое мы называем по традиции Тишвей. Да, слава Богу, 5779 год, от сотворения мира, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Царь Вселенный, благословен Господь Бог наш. Аминь, аминь, аминь. И сегодня вечером хочу тоже вместе с вами прочесть Слово Божье, поделиться Словом Божьим, благословить вас хочу всех. Вот, кто подключился уже, уже кто-то подключается, слава Богу. Вот, и кто потом в записи будет смотреть это видео, благословляю всех вас, благословляю сейчас свою семью во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Слава Богу. У меня здесь Халлауд, плод виноградной лозы. Сегодня совершаю причастие. Утром совершаю хлебопроломление, причастие Евхаристию. И вечером, вечером тоже поднимаю бокал, чашу Господнюю. Приветствую, брат, Николай Егоров, да. Слава Богу. Приветствую вас тоже. Приветствую, слава Богу. Сегодня записал видео. Надеюсь, посмотрели уже Николай, брат дорогой, или кто еще, кто подключился. Записал видео прямо в парке. Значит, было солнечно так, тепло сегодня. Сейчас уже марно, облачно. Вот. И, возможно, должен будет сейчас судя по тому, что за окном сейчас происходит. Так что, приветствую всех с Киева именем Господнем, именем Иисуса Христа. Аминь. У меня здесь хлеб из земли. И традиционно мы как раз молимся такими словами, говорим, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. У меня здесь есть плод виноградной лозы. Вот. И традиционно мы молимся, благоставляем, да, плод виноградной лозы и говорим, что благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. И мы говорим. Аминь. Слава Богу. Это причастие, евхаристия, хлебопреломления. В православии мы это называем обычно евхаристием, евхаристией. То есть, благодарение, восхваление, потому что Иисус, он подняв последнюю чашу и взяв хлеб в свои руки, последний хлеб, после вечера уже, совершил, как бы, вечерю, после вечера, после ужина уже, такого плотного ужина, да, он сказал, ну, как, возблагодарим Бога, совершил все это, как возблагодарим Бога. Традиционно, как мы всегда, уже тысячелетия, многие благодарим Бога и говорим, благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли, плод виноградной лозы, давший нам даже до этого времени, давший нам праздник, давший нам все, жизнь, тобой мы живем, движемся, существуем, спасибо тебе, Господь, аминь, 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 слава Богу, и сейчас хочу прочесть, я в песне, песней, я часто цитировал, особенно в прошлый месяц, Элун, я часто цитировал, вот слова из песни, песней, разные стихи читал, но сейчас хочу прочесть, чаще всего, шестая глава, три стих, сейчас хочу прочесть, из песни, песней, восьмая глава, шестой стих, написано, песня 8, шесть, положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень, весьма сильный, Аллилуйя, и из Нового Завета, тоже здесь, когда заложил ее, из Нового Завета, Второе Тимофею послание, Павла 2,19, но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и доступит от неправды всякий исповедующее имя Господа, Аминь, Печать Любви, Печать Любви, эти дни, вот первые дни этого месяца, седьмого, вот мы, знаете, или, или первого, если считать, от сотворения мира, вот, потому что начался год, 5779 год, начался от сотворения мира, сегодня уже шестое число, вот, ну, вечером сегодня начинается уже седьмое число, уже новый день, как в Библии написано, и был вечер, и было утро, день, там, следующий, вот, и завершается шестой день этого месяца, начинается седьмой уже день этого месяца, вот, и первых десять дней этого месяца, мы называем днями трепета, по древней очень традиции, точно даже неизвестно, кем установлены их, как бы, в еврейском народе, это споком веков, вот, название такое, оно существует, дни трепета, объясним это тем, что, действительно, как бы, год, годы мы считаем, от сотворения мира, годы отчитываем, месяцы и годы отчитываем от сотворения мира, и также месяцы и годы мы отчитываем от нашего исхода, потому что, когда Бог выводил нас рукой, мышцею своей крепкой, мышцею простертую, выводил нас из царской тьмы, из Египта, то Он повелел, среди прочих повелений своих, сказал следующее, что месяц сей, то есть месяц нашего исхода, месяц нашей свободы, мы его называем Авив, или еще Ниссан, обычно Ниссан мы вспоминаем, да, это название, вот, и я говорю, что для автомобилистов, это хорошие японские автомобили, но для христиан, и для всех иудеев, и для всех боящихся Бога, для всех чтущих Библию, как Божье Слово, именно, Божье Откровение, да, слава Богу, это свобода, почему так много разных церквей, я имею ввиду протестантов, у нас церквей много, и слава Богу, должно быть еще больше, я считаю, вот, и будет еще больше церквей, дай Боже, вот, значит, церквей много, и протестантских, и православных, и католических, разных церквей, много очень, вот, и я считаю, должно быть гораздо больше церквей, и в том числе здесь, в Киеве, Вот как принято выражаться, так вот, деноминации, конфессии, всяких юрисдикций, должно быть еще больше, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись вообще и достигли познания истины. Поэтому я считаю, что такое богатство, христианство, вот это разнообразие, правда, некоторые люди используют это нечисто плотно и пытаются вот в спорах всяких, знаете ли, во вражде, но как бы нечистому все нечисто, знаете ли, для чистого все чисто, а для нечистого, наоборот, ни в чем нет чистоты, Божье слово-то говорит нам, да? Вот, и действительно, вот, для верующих это благо, что много церквей, много конфессий, много деноминаций, а для, значит, тех, кто вот из той, ну, как бы неверных, для верных все хорошо, для неверных все плохо. Это по принципу, знаете ли, как стакан, он наполовину пустой или наполовину полный, да? Вот, верные святые Божьи дети, они всегда видят стакан наполовину полным. Значит, неверные и лукавые всегда видят наполовину пустой стакан. Приветствую вас, любовью Господа, Иван пишет легко, Иисуса Христа, Аллилуйя, брат Иван, приветствую, слава Богу. И, брат Иван, я вот как раз начал отвечать на вопрос о поводу, вот, множества церквей, значит, там, и многие люди действительно в этом видят проблему, значит, и пытаются, особенно политики, религиозники, вот, те, кто любит религиозную политику всякую, это от Бога, вы думаете, мечта о единстве, отец с тетей не общается со мной, они православны, да? Ну, то, что не общаются, знаете ли, если человек общается с Господом реально, в общении с Духом Святым, то он общается со всеми любящими Господа. А если человек не общается с другими верующими, то, значит, он недостаточно еще, или он вообще не знает Бога еще, хотя может всю жизнь называться верующим, и бесы тоже веруют, знаете ли, вот, просто человек не возрожден и свыше. Или он возрожден свыше, допустим, значит, и уже вкусил жизни, но, знаете ли, по чайной ложечке, вот, как бы, и не общается так плотно, не погружается в Бога, не погружается в Него, пяточки замочил, как бы, и все. Да, слава Богу, да, аминь, пишет брат Сергей, да, слава Богу. Действительно так, вот, значит, но те, кто погружается в Господа, и Господь в чье сердце погружается, вот как вот я как раз и сказал, вот эта печать любви стоит на нас, какая? Печать любви. На тех, на ком печать любви это стоит, печать Духа Святого. Здесь по Киеву я видел надписи уже неоднократно, даже на Хрящатике, там, даже сфотографировал, значит, там такая надпись, что, значит, 666, значит, печать Антихриста, цифровой паспорт, значит, там, значит, там что-то еще там, ну, всякая ересь. И, знаете ли, люди, как ни странно, вот, очень падки на такие сенсации, ну, на всякое вот такое подлое, на всякое такое гадкое, мерзкое, человеческая душа, невозрожденная, очень падка. Вот какую-то плохую новость пусти, допустим, она очень сплетня, допустим, она очень быстро распространяется. Какую-то хорошую новость объяви, она очень с трудом, нужно повторять ее и не раз, и не два, чтобы хоть как-то запомнилось хоть какой-то части населения. Вот, хорошее семя надо сеять на огороде и заботятся о нем, а соленки специально мы не сажаем, они на огороде так растут, сами собой растут, знаете ли, вот, пышным цветом. Вот так вот, после грехопадения, вот такая проблема, вроде человеческом и вообще на нашей планете, знаете ли. Но самое для меня вот такое наблюдение, такое очень важное, вот, о печати антихриста, значит, там, 666, значит, там, и всякие там эти сейчас вот чипы в голову, чипы на руку, значит, биопаспорта, там, что-то еще. Вот, пугают чаще всего те, как раз, и тех, кто не знает живого Бога. Вот они очень падки на такие сенсации, очень боятся таких вещей. Вот, я лично не боюсь этих вещей, вот, потому что я знаю, на мне печать дара Духа Святого стоит, на мне печать Духа Святого. Вот, вот, как вы, вы как бальзам для моей измученной души, слава Богу, Николай, брат дорогой, пусть Господь благословит, это не бальзам, это Божье Слово вам бальзам сегодня, Божье Слово и Божий Дух Святой вам бальзам на ваше сердце. Потому что наш человеческий бальзам, наше человеческое, вот, знаете, вот, понимание друг друга, как бы это так, постольку, поскольку, но сам Бог сегодня прикасается к нам, и это самое важное. И печать Божья на мне, как на верующим, и это печать о следующей, и познал Господь своих. И второе, да, ступят от неправды всякие исповедующие имя Господа. Это я напоминаю тем, кто подключился, второй Тимофею 2.19, второй Тимофею 2.19, Павел пишет, второй Тимофею 2.19, запишите. Вот, об этой печати, и эта печать, она удивительна, она ставится, получается, ну, как, печать любви, как в песне песней говорится, печать, как печать, любовь эту поставь. Она печатается, пропечатывается с двух сторон сразу, знаете ли, это печать, которая, я не знаю, ну, сейчас сургучом и не пользуемся мы, да, значит, там, как бы, как раньше на почтах, допустим, в почтовых отделениях везде были сургучи, помните, ставили, да, вот, значит, и были пломбы всякие, значит, там, и были такие печати, которые с двух сторон сразу пропечатывались, помните, да? Вот, я не знаю, как они называются, но так вот, как раз на почту приходили, и сразу, чик-чик, и с двух сторон печаточка стоит, и здесь такие ниточки, шнурки такие, торчат такие, то есть, вот она, есть печать просто так, раз, на посылку ставила раньше, капала эта сургуча, потом печать, опа, отнимала, и красиво, так мне нравилось, с детства, помню, нравилось такие манипуляции почтовые, вот, и была такая двойная печать, она чик-чик, и уже с двух сторон пропечатывалась уже, вот, и чтобы это уже, значит, ну, как бы видим целая, допустим, да, а чтобы вскрыть, и посылку данную, нужно сломать и эту печать двустороннюю, и вот те вот, которые просто стоят так с одной стороны печати, вот, и знаете ли, печать Духа Божьего, в те времена, в древности, так же, сейчас, как бы уже это не практикуется, я так понимаю, но, знаете ли, значит, но до недавнего времени это практиковалось у нас даже, вот, но в древности было так же абсолютно, с двух сторон, это печать, и целая печать, она, значит, как раз вот именно, ну, и была гарантией того, что документ не тронул, что содержимое целое, и вот целостность наша, да, содержимость наша, содержимость, наполненность Духом Божьим, мы цельны, да, целомудренны, имеем печать, печать, и эта печать, она двойная, она ставится и с неба, и с земли сразу, вот, и это печать Божьего Духа, печать Божьей любви, удивительно, вот, и на эту печать уже не поставишь никакую другую печать, абсолютно, познал Господь своих, вот это, знаете, есть знание, а есть познание, вот, допустим, жених и невеста, да, они знают друг друга, и они узнают больше и больше друг друга, во время, вот, допустим, их помолвки, к примеру, подготовки к браку, да, вот, вот, но приходит время, они становятся мужем и женой, они уже познают друг друга уже, это немного иное, и вот здесь вот мы, Бог всех знает, абсолютно всех знает, и все люди, ну, не все знают Бога, но больше или меньше, кто-то догадывается о нем, кто-то знает его из рассматривания творения, кто-то знает его из религии, там, христианства, ислам, иудаизм, буддизм, там, кришнаизм, много всяких религий на земле, и через религию человек, он как бы знает о Боге, да, вот, но другое дело познание Бога, и другое дело, когда Бог познает себя, не просто знает себя, да, вот, есть такой гомо сапиенс, такой, вот, такой, там, Сергей Журавлев, есть такой, живет, там, значит, сейчас находится в Киеве, допустим, Бог, вот, я знаю, знаю, да, но самое интересное, вот, когда познание происходит, он познает меня, я познаю его, и вот стих из песни песней, это баннер с флагами разных стран, я попросил распечатать такой баннер, чтобы были флаги всех стран, чтобы молиться за весь мир сразу сейчас, вот, и знаете, а за тем баннером еще другой баннер, который прежде распечатали, значит, и там, значит, стена молитвенная, стена плача, как мы говорим, вот, и слова из песни песней, Шир Гаширин, слова следующие, как раз, не те, что я прочитал в начале самым, то, что я прочитал в начале, так, это у нас, сейчас я напомню, что я прочитал в начале, трансляция сегодняшнего, так, восьмая глава там была, да, да, восьмая глава, шестой стих, положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твое, вот это, да, но слова, которые напечатаны на том баннере, это слова, которые часто цитировал я, да и порой сейчас цитирую, из песни песней, шестая глава, третий стих, переводчики синодально перевели, как, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне, вот, вот таким образом перевели, оригинально звучит, они, ле, доди, ве, доди, ли, и вот это, ле, доди, ве, доди, это, ну, они, это понятно, это я, да, они, ле, доди, ве, доди, ли, получается, что я всецело в моем возлюбленном, я ему всецело без остатка принадлежу, он мне принадлежит без остатка, это, эти выражения, эти слова можно применить именно к любовникам, именно к тем, кто любит друг друга, тем, кто, скажу, они познали друг друга и познают друг друга, вот, и вот такое сравнение, Песни-песни, книга, на первый взгляд, странная книга, в ней рассказывается о любви мужчины и женщины, вот, но с древнейших времен в этой книге видели прообраз любви Всевышнего к человеку, к душе человеческой, к человеку самому, и любовь человека к Всевышнему Богу, к Творцу Своему, любовь Бога к Своему народу, любовь народа к Своему Богу, любовь Создателя ко всему роду людскому, ко всему человечеству и ко всему сущему, и любовь всего человечества и всего сущего к Творцу обращенная. Вот эти параллели, они вот сами собой напрашиваются, потому что перечитывая эту книгу, действительно видишь, удивительно такие воскресания, удивительно такие касания, действительно Духа Божьего. И в древности мудрецы, еще до того, как родился Христос, вот, а в эти дни мы вспоминаем о Рождестве как раз Иисуса Христа, даже заставкой для этой трансляции сделал как раз именно картинку, такую символическую о Рождестве Христа, потому что исторически Иисус родился в это время. Так вот, и до рождения Иисуса Мессии, мудрецы, еврейские учителя разных школ пришли к одному тому же пониманию, что стих из Писания, золотой стих, именно этот. Если можно, повторите вопрос, потому что я не успел прочитать. Здесь сообщения мелькают и быстро исчезают, потому что мой ноутбук, к сожалению, приказал долго жить. Вот, вчера еще, еще вчера перед шабатом, вот такая была ложка дегтя, враг попытался вот так вот, и я попытался раз-раз сделать его, ничего не получается. И потом посоветовался со специалистами, сказали, что как бы, ну, проще уже новый брать уже, потому что, или же его можно восстанавливать, не восстанавливать, а делать по-новому. Новый жесткий диск надо для него покупать там и кое-что менять еще. Но Бог усмотрит. Вот, так что, если кто в Киеве сейчас, или вообще в Украине вы, да, и хотите благоставить ноутбуком, то вот добро пожаловать. Вот в течение еще там недели, даже больше, я планирую быть в Киеве, поэтому можете это сделать. Вот, а потом буду, даст Бог, уже в Москве и в Питере проповедовать Слово Божие. Поэтому, если вы в тех столицах российских, Петербург и Москва, то, значит, это будет уже начало даже октября, получается, начало октября в нашем исчислении. Поэтому, то держите связь со мной. Вот, WhatsApp, Viber у меня всегда включен, значит, люди пишут, молитвенные нужды пишут, там, свидетельства свои пишут, слава Богу. Поэтому я принимаю сообщения. WhatsApp и Viber у меня зарегистрированы, значит, на российский номер. Тот самый номер, который можно использовать и для того, чтобы, значит, финансово участвовать в моем служении, пополняя этот номер, значит, МТС. Кто не знает, запишите. Ну, вообще-то, под всеми этими видео есть информация такая, более подробная. Плюс 7, Международный год России, да, значит, плюс 7, потом 915, 780, 48, 74. 915, 780, 48, 74. Вот, и Viber, WhatsApp, поэтому он по этим номерам, поэтому присылают сообщения люди. Я читаю, молюсь, присоединяюсь к этим молитвам. Вот, иногда стараюсь отвечать, не всегда получается отвечать. Да, в прямом эфире в Москве, слава Богу, сам на МТС, да. Аллилуйя, слава Богу. Вот, и благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, благоставляю всех во имя Господне. Молимся сегодня за Израиль, молимся за Иерусалим. Сегодня, это, кстати, шаббат, это суббота, шаббат шува. Шаббат шува, это суббота возвращения, суббота покаяния. Вот, шува, шува, да, это слово переводится и как покаяние, и как возвращение. Буквально с еврейского, как возвращение. Вот, и я сегодня здесь вот, вот под окнами, там парк Киото у меня. Вот, здесь в Киеве есть кусочек Японии, так я называю. Парк, посвященный городу Павратиму, городу Киото, культурной столице Японии. Вот, и в эти дни молюсь за Японию, японский народ, у меня здесь и флаг японский, здесь у меня здесь есть, да, тоже. Многие страны читаю, название, некоторые даже я и не знаю стран, просто молюсь, и за все эти страны молюсь, благоставляю во имя Господне. Слава Богу. Эмейл, да, конечно, эмейлы мои, они обозначены тоже под каждым видео и трансляцией, и под каждыми видео и трансляциями есть, значит, там такая, откройте окошечко, там информация, более подробная информация, молитвенные, материальные, финансовые нужды, значит, и контакты все. В том числе, так сказать, даже рекомендую открыть, почему еще, там внизу, ближе к низу уже, там будет информация в следующей роли, там будет информация как раз именно о тезисах, о вероучениях, тезисы православной реформации, будем так говорить, 100 тезисов. Вот, рекомендую ознакомиться, вот, очень важной информацией, и по возможности перешлите кому-то эту информацию, потому что, действительно, мы живем в эпоху Великой Реформации, вот, я верю, что и нам, православам, пора уже реформироваться, слава Богу. Вот, на постсоветском пространстве однозначно Великая Реформация придет, слава Богу. Аллилуйя. Да, и сегодня, друзья, приветствую вопросы на e-mail, можно, конечно, Анна, задавайте вопросы на e-mail, хотя, там e-mail, inbox.ru, который российский, я теперь не могу читать, потому что mail.ru с Украины не работает сейчас, поэтому я, значит, ну, не смогу их, я смогу только лишь уже в октябре ответить там на вопросы, которые будут приходить. Вот, и второй e-mail тоже самое, к сожалению, нет, у меня здесь, какой-то e-mail у меня здесь принимает. Надо решить будет. А еще проще, пишите, вот, на фейсбуке, мессенджер, значит, или же, там, значит, да, ну, фейсбук мессенджер лучше всего даже, да, пишут на основной моей странице, которая называется архиепископ Сергей Журавлев. Есть еще дополнительные, куда я, значит, также информацию дублирую, это Сергей Журавлев и Сергей Журавлев. Вот, туда не пишите, там, ну, я тоже читаю, но, ну, редко захожу туда, просто уже, и, как бы, и времени не хватает уже смотреть все. А вот именно где официально, где там все обновляется постоянно, каждый день, это архиепископ Сергей Журавлев. Ну, ваша покорность туда. Вот, и там, как раз, я проверяю. Вот. Ну, и e-mail у меня пользуюсь российскими, поэтому здесь, в связи с войной, с этой, сейчас, между нашими странами, к сожалению, народами, и не только информационной, к сожалению, и льется кровь, и все. Страшно, конечно. Молюсь о мире, уже пятый год войны, но она разгорается все больше и больше, к сожалению. Сейчас очень важно, действительно, молиться о мире верующим, разной конфессии, разной динаминации, разной церкви, национальности, культур. Молиться вместе, сообща. Здесь сегодня по Киото парку прогуливался, встретился мне баптист, брат баптист, Петр зовут его. Вот, завтра обещал, хоть у нас даже в собрании, в гости прийти, обещал, слава Богу. Вот, он баптист, я православный, мы вместе помолились, благоставили друг другу, ну, любо-дорого, знаете ли. Вот, потому что, действительно, во Христе Иисусе нет уже, вот, этой вражды нету. Во Христе, вне Христа, и чем дальше от Христа, тем больше этой вражды. Поэтому, обратите внимание, те, кто враждует, да, они не знают Бога, или же чуть-чуть лишь знают, пяточки замочили, но глубоко не заходят в него. Понимаете ли, и он в них не заходит, вот, и не пускает его в сердце глубоко. Так вот, ну, чуть-чуть, чтобы неглубоко корешки ушли, вот, чтобы контролировать ситуацию самим. Религиозники, политики, прочие-прочие любители. Вот, значит, и чем дальше от Христа, тем больше вражды. Иисус говорил, что даже придет время, вас даже будут убивать. Меня уже несколько раз хотели убить, вот, заказывали, потом, мои же братья, православные священнослужители. Ну, в основном, чекисты в рясах, знаете, вот, к сожалению, чего греха таить. Но, опять-таки, почему я рассуждаю, эти люди так поступают? Не знают Бога, не знают Христа, хотя и священнослужители, хотя и высокопоставленные особо церковные, знаете ли. Но рясы, ризы ничего не значат. Можно быть пастором мега-церкви протестантской, или ксенцем, и хоть даже папой римским самим, или там, или патриархом, значит, российским, или кем-то, кем угодно. Вот, если ты не родишься свыше, ты не увидишь Царство Божьего. Вот, должно всем родиться свыше, это во-первых. А во-вторых, родившись, ну, любят рожденного, родителя своего рожденного любят. Вот, и мы погружаемся в Него, Он погружается в нас, мы познаем Его, Он познает нас. Это процесс, это благостовенный. Иисус говорил, что придет время, даже вас будут убивать, и будут думать, что тем самым служат Богу. Но Он дальше расшифровывает, объясняет, почему. Наверное, у учеников был вопрос. Он сказал, так будут поступать, потому что они познали ни меня, ни отца моего. То есть, там, где убийство, и, ну, это убийство, это уже крайняя уже такая степень ненависти. Ну, вообще, там, где ненависть, вражда, и, как крайнее выражение, это убийство или желание убийства. Вот, там нет знания Бога, знания Христа, нет познания Бога. Знания о Боге есть, наверняка, и знания о Христе, пожалуйста, хоть отбавляй. Некоторые из тех, кто, там, меня заказывал киллером этим, платил деньги, чтобы меня убили, они богословы даже, и, значит, имеют богословские степени. То есть, знания о Боге, порой у них, там, побольше моего. Знаете ли, и они постарше меня возрастом, и, значит, поумнее меня, значит, там, и пограмотнее меня намного, значит, и, как бы, знаний о Боге, я так предполагаю, что у некоторых из них больше моего намного. Но, знаете ли, одно дело знание о Боге, другое дело знание Бога, познание, Богопознание. Это совершенно разные вещи. Поэтому здесь нужно держать ухо востро. Мы очень часто встречаем по одежке, очень часто судим по конфессии, по тому, какой церкви человек принадлежит. Это очень плохой суд, это неправильный суд. Правильный суд, действительно, судить праведно нужно. Каким образом? Смотреть то, кто есть человек, собственно, кто ты есть по-настоящему. Не просто по одежке, не просто по конфессии, по динаминации. Есть и православные такие, что от орбиты выбрось, а есть брат, вот, вот, баптист, любо-дорого, обняться. Вот, значит, с братом, значит, вот, знаете ли, побеседовать. Пожалуйста, потому что во Христе, и во Христе нет вражды. Чем ближе ко Христу и познание Бога, где есть, и познание Христа, там нет вражды. Ха. А чем дальше от Христа, тем больше вражды. Пятидесятники молятся о мире в Украине, согласие с христианами в секонфессии. Аминь, аминь. Ну, из Пятисятников тоже есть такие, что от орбиты выбрось, тоже такие встречал я. Далеко не все молятся о мире, значит, и в Украине, и в России тоже, я знаю, много Пятисятников, к сожалению, которые, значит, ну, любят враждовать, честно говоря, и не знают Бога. Вот, и языки их не спасают абсолютно, потому что языки-то не спасают, спасает сам Христос, вот в чем дело. Вот, те, кто Христов, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, и не важно он там с языками, без языков, значит, он там какой конфессии, динаминации, вот. Можно и торопарить языками там часами, но и так и не быть наполненным Духом Христа, и не иметь Духа Христова. Вот, так что среди Пятисятников много тоже, к сожалению, таких вот враждующих людей, не знающих Бога, особенно среди пастырей и бископов я встречал таких, к сожалению, за эти годы, вот, своего служения встречал, и, к сожалению, очень много примеров недостойных. Божий избави, аминь, аминь. Вот, значит, ну, конечно, среди простых верующих в церквях Пятисятнических много я видел, встречал людей, вот, которые действительно ревнуют о мире, вот, молятся о мире, людей мира, их сразу видно. И сразу видно, слава Богу, пусть Господь благословит. И совершим, братья, сестры, причастие, хлебопреломление. И у меня здесь хала, есть плод виноградной лозы. И налейте себе тоже, я выребнуя о таком евхаристическом, таком пробуждении духовным народов, вот, в клевопреломлении, потому что наше рассуждение о теле крови Иисуса Христа, это самое важнейшее, друзья. У нас завтра, кстати, в церкви, кто будет завтра у нас в гостях, если приходите, кто в Киеве, Накловское у нас служение, улица Леонида Первомайского, 6. С 9 утра у нас служение утреннее, вот, да, с 9 утра. И завтра будет хлебопреломление, вот, как раз будет и отец Виктор, и отец Максим, и отец Алексей наш, вот, наши священники подъезжают как раз, я не знаю, кто еще будет еще, но, вот, это те, кого я знаю точно, что будут уже, вот, ну, и ваш покорный слуга тоже. Вот, значит, и совершим хлебопреломление, не пойму, почему женщины одеваются сейчас, как мужчины, всякое есть, вот. Мода такая. Давайте сейчас совершим хлебопреломление, причастие Евхаристию, тело и крови Господа Иисуса Христа. Слава Богу. Что верующие, что они верят по православной поверхности, не желательно. Насчет православия, насчет суеверий, пытался найти в скайпе, вы меня видите, не знаю, в скайпе я ездил. Здесь, там скайпы есть, даже два скайпа обозначены у меня, значит, на этом. Христианские женщины, да. Христианки, да, это украшение этого мира, на самом деле, как звезды. И каждый верующий, мужчина, женщина, не важно, как украшение этого мира, на самом деле. Вот. Слава Богу. Вот. Опять-таки, чем ближе ко Христу, тем больше мы, как звезды, сияем в этом мире. Вот. Но чем дальше от Христа, тем больше тьмы. Вот. И поэтому у нас только лишь один выход. Только лишь один выход. Это ко Христу. Вот. И Александр Мень как раз называл это, такой панацеей для церкви, исцелением для церкви, для тела Христа. Это христоцентричность. Христоцентричность. То есть, получается, когда Иисус Христос, Он твой центр. Твой и мой центр. Я скайп сейчас включаю, но, значит, я сейчас звонки не буду принимать. Честно говоря, в скайпе я очень редко. Здесь не вижу. Здесь много очень сообщений. О, здесь десятка два сообщений пришло мне уже. Больше даже. Ух ты. Но очень много здесь бывает и таких, знаете ли, каких-то спамов. Кто предлагает какой-то бизнес, партнерство. Я не бизнесмен вообще. Это не мое. Не вижу. Здесь много, очень много сообщений. У меня есть порядка, уже 30-ти, я начинал сообщений. В скайпе, да. Вот. И Мень, Божий служитель, да. Вот. И, ну, а скайп дали переписки, да. Вот. И, значит, вот то, что Мень называл исцелением для церкви, панацея, это как раз христоцентричность. Когда мы ко Христу. Иисус вообще, Он сказал, как Моисей возьмет змеи в пустыне, так должен быть вознесено и Сыну Человеческому. Да, во всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир. То есть, получается, действительно у нас есть вот это, ну, как, для нас, для всех решение, так, если можно выразиться, ну, всех проблем, как бы, всех бед наших, избавления. Это сам Христос, сам Иисус. Он сказал, придите ко Мне, все труждающиеся, примененные, Я успокою вас. Вот. И един Бог, мы знаем из Библии, да, и един последний между Богом и человеками, это сам человек Христос Иисус. Написано, предавший себя для искупления всех, предавший себя для всех нас, за всех нас. И Бог во Христе, Бог во Христе примирил с Собою мир, весь этот мир. Просто многие этого еще не знают. А те, кто знают, но далеко не все из тех, кто знают, познали это. Вот что я хочу немного разграничить это, знание и познание. Пусть Господь благословит. И вот один из опытов познания нашего Бога Живого, это хлебопреломление причастия. И вот завтра будет тоже причастие, мы на причастие всех приглашаем тоже. Приглашаем всех, вот, всех, кто разделяет веру в то, что Иисус, это и есть Христос, Сын Бога Живого. Как написано, да, вот, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь тебе-то открыли, а Отец мой, Сущий, на небесах. Вот, и Иисус потом воскликнул, что я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вот Церковь Божья, столб и утверждение истины, друзья, уже два тысячелетия эту веру исповедуют и распространяют по всей планете. Слава Богу, пусть Господь благословит. И одна из моих молитв постоянных, это как раз о хлебопреломлении причастия. Чтобы верующие разные конфессии, традиции, динаминации разных богословов, богословских школ, чтобы вместе находили мир в теле и крови Христа. Да, это очень важно, чтобы мы вместе исповедовали, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Чтобы мы вместе преломляли хлеб в простоте сердца. Не в богословском умствовании превращается это ли в тело буквальное, или же в кровь буквальную, или это символы и прочее, прочее, прочее. Все это такая чепуха. Плотским умствами надмивались, богословы пытаются богословски то понять, что невозможно смертному понять на этой земле. Только лишь в вечности это все откроется. Мы можем и одно мнение обосновать, писаниями обосновать, и очень грамотно сделать это, и другое мнение это сделать. И это делаем мы уже два тысячелетия, но из пустого порожня все это. И все эти богословские споры, передряги, они яйца выеденного не стоят. Знаете ли, как вот в той сказке, когда для Гулливера спор лилипутов показался такой чепухой, яйцо бить с тупого конца или с острова. Ну такая чепуха. Но для этих лилипутиков это была целая война. Буду счастлив видеть вас в Москве, слава богу. Надеюсь, уже скоро, получается, в конце сентября, начало октября Москва, потом Петербург. Или наоборот, начало Петербург, потом Москва. То есть я еще пока точно не знаю, как там получится по расписанию, но планирую в столицах обоих как раз проповедовать. Так что до встречи уже скоро, слава богу. И возьмите хлеб, какой есть у вас хлеб, не качество хлеба вина нас причастниками делают к телу и крови Иисуса, а наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. И благочестивое рассуждение, ведь многие до сих пор даже, даже в наши дни, не только во времена апостола Павла, и в наши дни немало, не только среди Каринфа, но и среди киевлян, среди москвичей, среди петербургцев, среди нью-йоркцев, среди израильтян, среди евреев, неевреев, всех людей, верующих разных конфессий, динаминации, традиции, религий, немало людей и болеют, и умирают. Вот, значит, знаете ли, а могли бы, а могли бы жить, а могли бы великие благословения иметь, знаете ли, и чтобы эти благословения, они не проходили мимо, надо рассуждать о теле и крови Иисуса Христа. Каким образом рассуждать? Друзья, подсказываю, что вот, вот рассуждаю, вместе с вами сейчас рассуждаю. Телом Иисуса Христа, ломимом на Голгофском Христе, кровью Божественной Иисуса Христа, я спасен, я совершенно спасен, я исцелен, благословлен в себе благословениями небес. Благодарю тебя, мой Бог и Царь, ты во Христе простил меня, принял меня, я твой сын, твое дитя. Благодарю тебя, мой Бог и Царь, благодарю тебя за жертву твою святую. Ты, Бог же, мой, Отец мой, во Христе примирил с собой весь этот мир, и пусть мир этот познает тебя, и тобой посланного Иисуса Христа, дознают жизнь вечную, примут жизнь вечную, и познают эту жизнь вечную. Слава тебе, Господь. Благословен ты, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен ты, Царь Вселенной, Бог наш, давший нам плод виноград и лозы. Аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертия. Вкусите. Аминь. Аминь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус, за спасение, за жизнь вечную. Благодарю Тебя. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Перешел от смерти в жизнь я через кровь божественную Иисуса Христа. Телом Господа моего. Аминь. Ихай им, Господь, за жизнь. Ты отдал свою жизнь за жизнь мира. Слава Тебе. Благословен Ты, Бог наш. Благодарю Тебя, Святой, Великий Господь. Слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебя. Слава Тебе. Благословен. Благословляю Великое Имя Господне. За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю За воскресенье Твое, За победу Твое, За победу Твою, За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог и Царь мой, Владыка миров, Создатель всего мира, Видимого и невидимого, Отец мой. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Брат мой и Царь мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, За все я благодарю, За все я благодарю. За Голгофу и за кровь, Благодарю Тебя, Господь, За жизнь вечную, Бесконечную, Счастливую, Пресчастливую, Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Благоставляю Вас, Братья и сестры, Дорогие друзья, Благоставляю Свою семью, Сейчас благоставляю Вас И Ваши дома, Ваших родных и ближних, Во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, И сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь, Светлым лицом Своим, И помилует Тебя. Да обратит Господь, Лицо Свое на Тебя, И даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа Спасителя. И ни в коем другом нет спасения, Дамы и господа, Братья и сестры, Ибо нет другого имени под небом, Данного нам людям, Которым надвижало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу! Спасены Христом! Спасен я Господом Иисусом Христом. Спасаемся Его Святым именем. Аллилуйя! Аминь! Ибо един Бог и един посредник Между Богом и человеком, И человек Христос Иисус, Предавший Себя для искупления всех. Благоставляю всех вас! До встречи! В 6 утра не забывайте Подключайтесь на утреннюю молитву. Завтра в 6 утра подключайтесь. Примерно полчаса будет. Завтра тоже, думаю, молитва будет. Вот. И тоже с хлебопреломление, с причастием. И сразу я выезжаю на служение к нам на Кловскую. Кто будет в Киеве, Если вы не знаете, куда пойти завтра, То вот один из вариантов. Приходите к нам в собрание. Станция метро Кловская, Улица Леонида Первомайского, 6. С 9 утра до 12. Наше время там, арендное время. На четвертом этаже. Арендное помещение, да. Пусть Бог благостает всех вас. За голову, за кровь, Я тебя благо...